всем привет друзья на связи он мах тень чернобыля прохождение до первой смерти давно я не записывал видосы давно не дал эту игру но думаю пора это дело продолжить далее короче надо двигать сидоровичу ну короче сейчас глянем сидоровичу посолим чего там нам хотел сказать еще пару квестов тут вроде можно выполнить достаточно интересных на самом деле но в том плане что боевки там нормальные будут не скучные то есть не то что у вас ходи туда принеси мне какой-то артефакт или чем тип того а нормально постреляться можно хотя честно вообще причина почему я маленько подзабил эту игру все-таки я уже маленько разочаровался потах они это слишком тупенькие слишком легонькие и это так как-то не интересно вот я помню например где-то там короче как же называется ласт альфа вот там будет достаточно прикольно они конечно там тоже не особо умные понятное дело боты есть боты как бы но они там пытались обойти они просто атакуют они не стоят на месте и не боятся типу пачки вояки хита уже был вылезать здесь 2 вот еще 2 а чем будут делать и ребят чего суд решили скажем так границу свою мировоззрение расширить продвинуться дальше в корзон хочу стрелять то начали сразу но оттенок сразу же уже перестрелки пошли ну ладно давай скажем так вспомним каково это это еще не дохнешь там где он что-то мне кажется вояки стали какие-то читерские но вот если поставить они все равно это так то есть основа стоят на месте стреливаются особо никуда не торопится скажем так а вот у вас тальфе там не нравилось что бот они постоянно куда-то двигались они там ты думаешь что они там с одной стороны стоят нафига пологнать уже там с двух сторон обойдутся всех и поведут тебе самый неживный момент да вот и там поприкольнее и в принципе я думаю у вас тальф обязательно поиграю и а это краски доставит еще больше удовольствия в таком стиле прохождения то что сейчас я уже принципе могу проходить игру долго не подыхая ну как конечно рано и поздно я наверно подохну но в принципе я уже достаточно неплохо продвинулся я думал что будет сложнее эмоции уже не такие яркие потому что но я я понял как можно с ботами драться то есть они издалека вообще тупят то есть они тупенькие и вот это в портит на самом деле весь кайф и я пытаюсь действовать конечно же осторожно и вот именно моя осторожность она тоже маленько ухудшает этот эффект что я слишком долго прохожу игру слишком долго там топчусь на одном месте там в окружении противников пытаясь там все аккуратненько вынести это конечно такой минус минус есть и я думаю может как-то не побольше рисковать почаще подходить к ним в упор может так будет поинтереснее на самом деле надо будет попробовать может даже сейчас на ближайших этих миссиях этими заняться чё-то я еще хочу сказать вообще да еще тут между оружием какое-то здесь странное в сталкере она какой-то во-первых не точная во вторых она чё-то нифига не убивает и это очень странно не люблю такие вещи когда оружие носит маленький урон да еще не что притащил так ты же не сам звал чё я притащил тебя вот тебя блин такой говорит заходи ко мне к такому загруженства спрашивать типа чё ты притащил все расчеты смысле чё думаешь я к тебе должен с батарками сюда каким-то приходить в гости не на понятное дело это все круто как бы но сам-то ты угостишь чем-нибудь на меня так ты был на x18 принял а мне это тебе принести не бабу я счет уже забыл ну да вот документы так а вот это даже очень интересно расскажу не поверят уголок а ты смотри даже не представлял такого как все запущено то ну да ладно держи обратно эти все документы нужно дм ну а я тебе за труды где-то причиняется 1000 рублей ну не маленько конечно но так чисто символическая награда давайте сбагаем хабарчик маленько хабара конечно много блин я был не в томатку 1 купил конь коллаж 74 и либо вот абакан а мне смещенную вежда ты тут дрянь тягаешь не смещи счет и больше нравится конечно же чем он бакан не знаю почему что-то судя по отзывам культа бакан далеко не идеальный автомат да и как-то что-то у меня тоже особо не понравился когда из него стрелял может показалось ладно короче бакан лучше что сейчас есть прикупить даже не получится неплохо так все дороже что ты хреново живешь на саду тебя не автоматов нравится не патронов для них чё-то ты меня огорчаешь дружище я думал ты там как-то развиваешь свой бизнес и ты сидишь там просто жрешь окорочок смотришь там в ноутбуке видосики на ютюбе да и думаю что у тебя все хорошо знаете есть такой тип бизнесменов которые открыли какой-то небольшой бизнес там какую-то лавочку нет на рынке и все старше вся жизнь просто там сидят и наслаждается им надежды что у них доходы будут расти но на самом деле доходы у них только падают сейчас я пока этого хрень нес я заметил что км 74 на 2 км 74 на 2 у 11 тиражка без тиражки короче ладно хорошо но будет еще заходи а еще по спец заданиям в общем дело такое дело нужно блокпост представить так еще раз после из глубины зоны передоставили ящик с отчетом одной из педиций что к северу ходила днем охраняет его так будто он чистым полуднем наполнен по ночам почему-то не больше двух охранников оставляют пробей стихаря на блокпост и вытащи для меня этот ящик а я уже для тебя ничего не пожалею в разумных пределах возьмешь ли давай возьмемся короче надо сходить на блокпост военных где мы еще ни разу не были которые грубо говоря где-то к выходу из зоны она загоняет ага и туда лучше ехать ночью точнее шагать по стелсу можно попробовать пойти это все дело и было бы на самом деле классно ну вот вроде еще один кого если есть а может быть и нет стоп где наши это чё такое где все ваши и они уже у костра все сидели я за что-то там пытается кого-то выкурить ребят это в порядке нет один человек вроде сталфер по голосу да в нас спецспособность определяется ищите же их по голосу союзников и нейтралов ребята вы там еще пытаетесь одиннадцатый человек заставить кого-то затохнуть ребята там ребята там порядке ядрить вас коптить ребята вы чё творите блин собака еще искать с ума посходили что у тебя слышишь ядрить учить это чё за приколы бы на ребят 12 человек без слинил собака надо искать доискать надо меня не уйдешь а чё я один подвела что рискать у него учет чуваки для могут конечно можете удивить блин на youtube вас выложу опачки так они на кого-то приметили а где он они типа на того яку собрались который где-то там в кустах себя так он еле живу ребят найти стажут когда он вылезет чтобы выстрелить него а это тоже это братишки не могу жены ребята еще одну выбором не нету не могу баба все ребята расходитесь шоу закончилась вот так вот все грустно закончилась для них возьмем у него все что можно тоже торговец рядом и можно достаточно быстро сбакать потом хабар далеко не бегая так где-то здесь был короче сталкер по кличке фанат у него был интересный квест очень него почему-то нравился ткс ну как такой когда-то у меня порадовал квест уж то обычно всегда нужно идти в атаку будто тут нужно быть в обороне стоять и это не понравилось тем что в броне почти миссий никаких нету где он здорово так слушай начинай ну ты кстати нужно на нам помочь здорово без проблем чего патронов у тебя может быть взять ночью ты как-то это да сам тут не особо так я фанат после волка тут за старшего остался вчера приходили несколько наемников серьезные ребята черт пришли и наехали по полной программе мол день нам срока а вот вам день строка территорию лагеря очистить теперь это их база будет сегодня они должны прийти опять но и разговорах и ты понимаешь в этот раз не кончится но понятно короче приехали я типа давайте нам понравился ваша деревушка короче будьте добры дайте на здесь пожить навсегда и что духу ваша здесь не было ну понятно так и что ты решил и что вы решили мы решили заду устроить а потому как в лоб боюсь не пустые экипировано не что надо да и так тихо боя знают его а мы мальчишки в общем решили здесь тихо по домам все вроде как мы ушли как подвернуться подвернется удачный момент атаковать нам только таких бойцов как ты сейчас уж их не хватает а после боя сочтемся за нами не заживеет ну ты как можешь вот это вот нормально чего ход фанат это чувак он понимаешь он он знает меч был он знаешь чем прошел и нормально без всякого грежа там этот чувак который на арене достоялся что-то так говорит типа это мясо типа тут никто там тут говно типа вот это сто рублей там за твою жизнь там стоит на все дела короче на этот чувак вот нормальный как бы знает всех как бы он созрит на человек шарит в зоне и уважает других людей как бы и сам правильное решение принимает вот он не зря вот здесь стоит за старшего потому что он как бы ну госпитывает нормальных сталкерят которые потом будут опытными сталкерами конечно так не ну конечно такому человеку фанат помочь на домаху я на чувак я очень надеюсь ну как мне кажется как бы за лагерь новичков всегда за потому что ты как бы я наверное когда-то меченый сам в нем рос так ну а может тогда его еще не было так а давай короче помогу предлагаю потратить оставшееся время подготовку боя план такой самых зеленых новичков я нам по домам под валом разгоняю с приказом нос не высовывать а то положат пацанов не за ход собачий мы с тобой еще парочкой ребят что посерьезнее из-за мемоуглобные сектора для обстрела зона вокруг костра как они костю подойдут мы жахнем со всех сторон они со стороны моста появится думаю уже скоро так что ищи укрытия с хорошими секторами а по моей команде и начнем нет ну ты конечно сам смотри только на открытом месте думаю целить шансов мало решать я без проблем у меня согласен с твоим планом как я конечно против ним сам при стрелять их там всех издалека но так будет не интересно слишком скучно давайте лучше вместе от насилия ну чё они прям сейчас уже что-то тут или или и не потом чё то я тебя не понял чувак давайте глянем она типа они сейчас двигаются пока что позицию на крыше значит занят на послушайте как раз ночь наступает ночью за одно можно будет сейчас гонять на этот куда-нибудь там на крышу за кресло как можно это залезть крышу на то не очень с этой обзорах и новенький вот стоит тоже не особо то большой а может и нормальный давайте глянем тут очень весь проход на крышу не походит а пошлите на ту крышу так ребят вы позиции это сами будете занимать или чё чувак не чё там у нас ждем этих раз а в сочувствии скоро пожалует остальные вроде ты сказал что не в погреб спрашиваться значит пока не спрятались никуда ну ладно красный пока буду ждать кто-то позиции займем здесь вроде много места есть откуда можно простреливать все все и вся тут еще но нормально такая позиция меня вот интересно наемники ни одного своего человека не поставили гонитом чтобы он разведывал отошли они там не отошли там освободили линии лагеря сосады устроили какие-то наивные ребята ладно будем ждать чем ребят в позиции божанка еще ребят вроде сзаду хотели вы чё там при передумали что ли но ребята вы даете конечно где нет так давайте пока сейчас никто не подыхайте почему зря так нормально пока держимся вот нормальная здесь где никто не обошел сколько их там еще ух ты нормально он так еще грант к его зафигачен так чувак давай не толкайся чё нормально живете там всех еще двое попали так мужик ссоре если по пулю лезут но ты бы мне лучше больше доверял я все-таки стрелять вполне неплохо и могу вас этому научить чё где-то еще один остался сейчас осмотримся день вон где-то там еще а двое все последний чудо бьешь у давай что ничто как-то это полезли не боясь чудо не станешь кериться почеток принести по ладно меч не с вами пофигу и плана такси заводит не игропром прошел арену прошел но фига можно типа все доверить эх товарищи как дела не делаются сейчас придаем эту фанату наверно чем чем типа это ничего даже не сделал так чувак это же ты тогда это страшно же отмечены лучше чем друге не попадаться не ну конечно так есть немного так вот держи от нас на память еще спасибо тебе громадная за помощь нас последнего дня конечно обращайся фиге итог ты давай больше это следующий раз по 30 не подходи к этому делу ойтика теперь они все друзья отмечены прикольно прикольно так вот какой-то тайник есть ну тогда короче давать еще быстро тут возьмем тайника с багрима хабара сидоровичу и двинем на военный блокпост сейчас как раз типа вроде ночью только на самом деле ничего не ночь не похоже на ночь это